Хигураши на наку корони эпизод 10 Из того, что ты крик крена меня поразил А понял, мой хихаха Обхватив макушку руками, Рена закачалась туда-сюда Эгэ, вижу, ты сама себя подорвала Я подорвала Фууууу... Какого черта? Я даже не играл на нее меньше очков, чем у меня. Да, уж подвел он, но подвел. Как и договаривались, я показал ранее карты, но даже раскрыв преступление в уме, я к нему молча не ожидаю, что она пойдет первой. Она за руинец все равно. Что поделаешь, виноват, отвечай. Все дружно захлопали. Ну вот, наказание, беда. Ну, а то, что вы покупаете, мы решим. Рика, какая жца холдит. Постоял, да? Вот сады бы на ее месте точно не холдила. как это там какой-то карточной игре до перезапускала чтобы победить не настолько плохая много проклятишь ты меня нас принуждает купить короче то что ей нужно домой привезти до а отец а а а да я поклялся следующий раз уж если я держу победу послать мел за майси от геморроя несомненно но беже предпочитаю типа не могла вам заканчивать ситуации записи про массовую атаку но эта штука все номер действительно конечно тут ничего не поделать некоторые ногти на руках там и так и все почему все выломаны ногти легче выдрать чем кажется на это жуть как больно да поэтому люди обычно до такого не доходят а еще на теле на один из следы ушибов по ним ясно что его атаковали несколько безоружных людей в чрезвычайных непривычных обстоятельствах люди совершают поступки мысль которых нормальному человеку в голову бы не пришла но это конечно редчайший случай в общем и Говорят,sten. Хочу эту замену. Игнаетли из похудел, а зуману не знаю. Тихо. И negал. Я вернулся. Хочу надежда, а потом подозрения Yunus получила в голову лаком! да да почти атлет Уж не знаю каким он занимался спортом, но с физической культурой покойный отнюдь не подкачал А значит в честной драке с ним просто так не расправившись Однако перед лицом смертельной опасности даже такой крепко скроенный мужчина мог лишь бешено размахивать бруском дерево И даже тогда он не смог следить своих убийц, а силача такого не ожидаешь Кроме того у врагов оружие при себе не имелось У него же оно было, так что попасть хоть разок он должен был Если я пошел с ним драться, сколько народу бы взял с собой Первое правило охоты на большого зверя нападай множеством Где-то четверо, пусть он будет Хоть сильнее любого из нас, четвером справимся Группа из четырех или более Впрочем, коли у них так много народу, разве не могли они затащить труп в менее приметное место? А может он сумел как-то убежать от них на грани смерти? Тогда непонятно, почему он совершил самоубийство Все, кто вы не понимает, зачем ему понадобилось умирать, то ли неестественно Загадками дело полнится Куча-то, что-то очень важен Я не могу проверить, но... Я не могу не ждать, да? Что ж, в прошлом случае нет такого дела, да? Я не ждать, да? Но я не рада, что-то я рада Ой, я вас зовут, я вас зовут? Продолжение следует... О-о-о, хорошая работа Так, и второе Томитаки Джиро, покойный Оставался в дешевой гостинице города Шишибоне Расписался в гостевом журнале как Томитаки Джиро Псевдоним Передвигался на складном велосипеде Никаких водительских прав не найдено Велосипед нашли на лесной дороге в 300 метрах от места нарушения трупа Кстати, да, интересный вопрос А почему они... У них же, по идее, должна быть информация как о человеке общая Ну, регистрация в госорганах Понимаю, что, ну, определенную структуру как-то могли скрывать, типа, кто он, но... Типа, полиция... Если полиция не может найти вопрос... Ну, типа, просто буквально регистрацию этого человека Возникают сразу миллиард вопросов Я вот не помню, как это было здесь об этом бытом говорено В праздничный день приходил на фестиваль Замечен стаканами ее пропавшей без вести Один из наших наблюдал их примерно в 9 вечера Больше их не видели Каждые 3 месяца проводил хиномедзаве Одну неделю, начиная с 5-6 лет назад Свободный фотограф Специализация «Дикие птицы» Сверится с издателями журналов Найденная при нем пленка, ничего подозрительного Бумажник при нем Просто так нападали Содержимое бумажника покажет, что жил он где-то между Токио и Чибой Какими-нибудь карточками По линии Собу, национальной железной дороги Чиба-Соба, знакомые названия Каментаки-Джиро не значится ни в одном из списков токийских жителей Токийские зубные больницы направлены на проверку результата стоматологической экспертизы Выслать в столичное управление Фотоаппарат с адресом для пересылки Выслать в столичное управление Распросить всех журнальных издателей про Томитаки-Джиро Така на нее пропавшая Занятность медсестра в клинике Ирия Близко знакома с Томитаки за общего увлечения фотографий и диких птиц Адрес Окиномия, район, икс, дом, номер Живет одна Замечена вместе с Томитаки на фестивале Местонахождение с тех пор неизвестно Похищена или подозреваемая Важна как свидетель Причин убивать покойного нет Ревность Подробно разузнать обо всех личных связях Место работы проще Еще раз Расспросите дежуривших тогда полицейских И неплохо бы пирожных с кремом Четыре гигантских Поище Ну, немного конкретики И про то, что нападение массовое было Вероятнее всего Хочу спать Ооо, Кейчи-кун, декой акуби Обычно в обидное время Бодрости мне не занимать Но сегодня похоже не так Ооо, Кейчи-кун, декой акуби Не знаю Мягкое замечание Рики-чан Вкупе с поглажением головы Положение только ухудшило Смех, декой акуби Смех, декой акуби Поксус Я本当 Можем Ооо, Кейчи-кун, декой акуби Не зевай Да, но угрозы не походят вовсе Да какая разница, слишком спать хочется Оказывая всем самим полное безразличие Я вот, ну, Са, лицом к варту, притворился, что сплю Кажется, Сатока что-то говорит, но я не стал ее слушать Сатоку-чан, ямена ю Кейч-кун, неча-ка Негао-кай Ну да, Милон, несмотря на все свои языки, Доне, все же Не зря самая старшая Как и думал, Рика Чан хорошая девочка Беру свои слова назад Говорят, а что до поздней ночи смотрел телек и лгал Ёх, спать вас столько же, сколько всегда Но после полудина разговора с Оиши Саном так меня растревожу, что заснуть не удалось Если очень попытаться Наверное, смогу вообразить, что гибель там и так и у Сана и те предыдущие преступления никогда не происходили Может, я даже смогу себя убедить, что Оиши лгал Но я знаю, он говорил правду Я никому не могу о ней рассказать Он желал моей поддержки, но я ничего не знаю Если ничем не могу помочь, то и слушать его для начала не стоило Опять излишнее любопытство привело меня к раскаянию Ничего не знаю, мог бы сейчас веселиться с подругами за обедом Оставалось только досадовать на Оиши Сана взаимрассказанное Мне он тихо шепчет, но по большей части ее слова слышны отчетливо А вот из слова Рэна хрен разберешь Но беспокойство заметное Погодите, они про Томитаке Сана говорят? Мне приходится скрывать существами так и Сана, поэтому я должен притворяться, что ничего не знаю Лучше спать и слушать, чем наврать стреклорбу, включившись разговор И все-таки, почему должен я подслушивать за товарищами и притворять, что сплю Сердце терзается чувством вины Посмотрите, что он туда же Как она же Сама, я неそうそう tones Они как уси? Они демон Как уши, нет похищения, похищение демонами Таинственное слово Никогда его не слышал, звучит завещая Ям.. Что это я не знаю Ну вот, еще один человек, да? Да, да. Остальше, да? Но, но... 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 Батчаと村長さんが話してたんだけどさ... Но... 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 Ну, только Рена не знает, и кто-то может быть, может быть, кто-то может быть. Ну, да. Теперь... Рена? Да. Не безопас. Рена уже пришла. Но... это не было, да? Это было раньше. Я уже остановлюсь. Обе замолчали, словно вдруг их настройство кис. Судя разговора, ловить я так и не смог, но в нем рассказали какие-то непонятные вещи. Во-первых, то слово «уникакши». Смысл у него есть, если все правильно понял, примерно тот же, что и «камикакши» — унесение призраками, но богами. Жена. Женщина, бывшая с нами Аки-саном, жаль, что имя не знаю, не появилась со дня в Атанагаши. Можно сказать, что с ней что-то и случилось. Потом Рена сказал другого, верно? Мен отвечал, если то, а Еширосама, то да. Значало ли это, что когда был, Еширосама не гневался, всегда есть две жертвы? Если припомнить, с первыми он сказал, что не в курсе проклятия Алис, то и случилось ли они «какши». Проклятие унесен не демонами, видимо, вещи разные, но всегда идут рука об руку в одном и том же. Вспомнилась ужасная смертная Аки-сана. Здесь нет никакого ни скрывания, ни унесения. А что было в третьей, где... А, точно, один труп нашли, другой нет. В реке. Ну да. Подходит одно проклятие, ужаснейшая гибель. Остало быть, если он проклят, то та женщина должна быть исчезла, унесенная демонами. Единственное, что я понял, проклятие положено четное число жертв. В последних меня беспокоила Рена. Рена напугана, не знаю почему, но выглядит так, будто та откуда-то знала, что сама вполне может стать жертвой Еширосама. Насколько я помню, Еширосама – бог-защитник Хинамизавы. Бог-защитник защищает жителей и прогоняет внешних врагов, так? Как вчера сказал о Еширосам, поначалу, то были настоящие враги деревни, но теперь под прицелом даже посторонние. Раз так, под прицелом скорее кажусь я, приехавший сюда значительно позже Рена. Но в голосе Рена ощущалась уверенность, что следующей жертвой станет она. Может сказать о Еширосам об услышанном? Притворяюсь, что сплю, подслушиваю друзей, затем сдавать их полиции. Мне стало еще хреновей. Сомнения мои ощерепили глазами. Наконец окутали мрачным облаком. Вот думаю, стоит ли добиваться на них ответа. А то вдруг услышанное снова затянет глубже-глубже, а там я уже не выберусь. Уверен, когда-нибудь я с пожалею. Когда-нибудь я точно пожалею о том времени, когда ничего не знал. Сдалека донесся звон колокольчика, знаменуя начало после обеденных уроков. Твой уж так даже не вздремнул. Быстро раскрыл глаза и поднял голову. Подкинулся вверх и... А, понятно, ловушка. За перемену кто-то примотал канцелярскую кнопку ко спинке стула. Что косвенно указывал лишь одну злодейку. Установление вины даже суда не требуется. Военно-полевым трибуналом приговариваю к высшей мере. Я вскочил со стула. Но упал, запнувшись. За перемену кто-то успел связать мне вместе шнурки, бля. Комбо-брейкер, бля. Сатоку! У меня, когда я улыбнулся. Я улыбнулся. Я улыбнулся. Только я скину в кедо, приготовился прыгать на Сатоку, как вошла учительница. СִЕЙЦАЯ Я углядел, как Сатока усынула язык беребить. Вот ведь наглая мелочь. Безроличным тоном прочитал извинения, но ничего Сатока ты меня еще попляшешь. Погинуясь к слову старосты, Мион я сел на место. После скучных занятий наступает время веселья. Так вот, что же мы сегодня играем? Лишь я бы попытал вчерашнюю детективную игру еще раз. Поиграть в дуэволь так и не пришлось, спасибо Ищу-сану. Нам срена так и не удалось опробовать игру плечом к плече. Плечом к плечу. Да, да. Сегодня Кейджи-кун с двумя и большим победителем, да? Но как же это? Я не пробовала два дня и не пробовала. Как же это? Поехали. сделав все заявлениями он спасила сумку и погорцевала к выходу вот уж никогда не думал что подрядится на столь утомительную работу все понятно так вот откуда у нее столько денег на игры вот как ну и что делаем то сегодняшнее собрание распускается я раскрыл губный шкафчик и начал копаться в огромнейшей кучей грушек выискивает у вчера что а татта кино носили геймы и о якутка водка тикта а ну хотя бы раскритаться с атака за перемену а так что камана сэнки но это санто река в зоу и тасс течку готожи тема ты июня на татаркей к на муку а минна сорт и на флот и на флот и на то ума и масса с ну раз ты так говоришь такара сагаши это как какого черта играть все вдруг расхотелось если продолжить свою линию западу за подозрит что мне появились контромера что что вот так и быть пожалуй придется пока отступить а она гэма а нашими что это на я засаду перебирал карты они в саду куки а пистолы яхарик самоносила да да убийца садака оружие пистолет правильно садака пошарила с карточках отобрала 30 нулых мне злость уветучилась хватит сняла сегодня все собирались домой я немного прибрался складывая разбросанные карточки вдруг что-то меня остановило с минными карточками что-то не так райана садака рика кенча и он сатоше сатоше нет на ни одно из имен убийц не придумано по крайней мере на всех остальных именах участников клуба стало быть этот сатоше тоже в нем состоит а есть даже в классе мальчик по имени сатоше я проверил список учеников что висел на стене на имени сатоше там не заметил от оклика реально я дернулся непоседа сатака и рика чан уже собрались и вышли в прихожую в комнате остались только мы двое рано держала в руках сумку готова идти домой и на я паре конок раз каму тенку деды чатта сеток те теку ильин даро как бы не знаю шей поинтересовался не до недоуменно поглядев на меня рано ответила она слегка сдержала с полным ответом но отозвалась тут сейчас прости я мало знаю слишком напоминает отказ от разговора про убийство с осуществлением тоже чувство отверженности но также некоторый гнев мы же друзья ведь так а друга ничего не надо скрывать так ведь спасибо за то что скрываете история в жутком проклятие однако если вам не спокойно я хочу делить неспокойствие с вами разве друзья не для того то я внутри печали раздражение с каким выражением я на нее смотрел пожалуй насчет лица она не врет угрюмая мина явно ее напугала гомен киона выкатые как все так вышло почему меня стали одолевать невеселые мысли когда ничего не знал то ни о чем не забот ни о чем не заботился и с наслаждением проводил свои дни вытянувшись по земле тени на вопросы не отвечали кейч-кун спросила рано застенчиво заметив мою бледность от выражения на я личке до странили шуху что-то а кейсакара кейч-кун надо как генки на ю кассе кана может выгляжу я и не очень но на здоровье не жалуюсь начальной школе представь себе не пропустил ни урока не получив ответа она продолжила тараторить киток кейч-кун кейк-кушина токарина кайна имя не на теканда умеет суммеда то в о не это уже ряда месяц прошел даже больше и аромат али калит и отзен на в в до 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 может ли быть что год назад она сама прошла через ощущаемое мной сейчас отчуждение подумав так я ощутил что пожалуй решена могла понять какого мне приходит и на нашим за не тенку и стекста она просветлела когда я провел интерес к разговору ну немножко на душе было пусто алена подробностях рассказала о том как сюда переехала о встречах неожиданных случаях заботах и радостях обо всем короче я бы разбил лицо ладно не разбил лицо она слишком маленькая ну короче да что с тарасов и он на скачьи на меон обога твое и твое соседан да сасок шо ничьи как сайшо пакет наткать на коттандаю столовая правильно МИИ-ЧАН ПРОКАЧАЛОС СМЕХ 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 Она говорит про нашу Мион Вот почему-то в конце концов превратилась в демон Не стесняющегося ничего ради победы Именно в грязных приёмщиках она показывает себя во всей красе МИИ-ЧАН ИГАЙТОМО ЧТО ЗУТ ОТМОДАЧИН НАРЕТЕ Но... У... КЕЙЧИ КУН ГАЙТОМО ЧТО КАРА КАНА ЙОУЯК КОК НЕ НАЖИМЕТА ТЕ ЖИКАК СТАНОА Типа на фоне Можно было посмотреть свой прогресс Интересно бы знать, скрывали ли от Рэна историю у Яши Расама, когда она сюда переехала Наверное, когда они почуют, что готовы рассказать мне правду об Яши Расама Тогда я стану для них наконец-то... Наконец-таки другом ВСЛУХ 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 БЛ mens БО ВСЛУeffect ВСЛЧА ВСЛУХ тварь улыбнулась как обычная района пусть то что было по всегдашнему мягкая улыбка рена я также не двигался пусть то было по всегдашнему не рена приду на лицо к моему нет нет не рена придумал лицо к моему кожа чувствовал ее дыхание сердце однако не билось вообще создание с лицом рена но собиралась откусить минус я внутренне съезжался готовить к удару и лицо рена усмехнулась как будто прочитав самые сокровенные помыслы на нем сияла привычная улыбка рена только под истребенными глазами она приблизилась настолько что наши носы почти соприкоснулись и мягко меня предупредила я не мог не кивнуть не затрясти головой я просто слишком страшусь этой штуки передо мной что похоже на району на рецепт похоже как мария до другая фигня но все равно в любом случае дал типа с доброй мамой злой ведьмой я нервно сглотнул и звук вышел до страшного вдруг как услышит громкий после после целую вечно слившуюся безмолвие она таки открыла рот это снова рена но фуловнувшись на повернулся зажигала словно ничего не случилось свободные от пенящего взора колени дернулись я рухнул на землю не силах вы шевелите пальцы пока спина рена не скрылась из виду арена таре датанда я это была дема пакет димон я обливался холодным липким потом выдавливая голову снаружи мелкими выдохами задал вопрос вновь тем была та штука которая походила на рюгу району тем да я надеюсь что мы успеемся есть честно думал бы к этому моменту куда быстрее перейдем но руки как обычно знает как растянуть сцена его никогда не стоит недооценивать до самого ужина я так и не придя в себя маялся безделья боялся ли гнева рены нет не в нем дело то было не рена то было что-то еще реной только притворяющийся тогда кто или что это было чистый леденящий страх от одной мысли о нем раз то было не рена знавтра я смогу спокойно с ней говорить странно на душе полегчало пока лучше очистить от мыслей разума не думать ни о чем мысль смешались все в одну кучу только лишь отвлекают сознание вернулось вместе с пришедшим снизу голоса мамы книжного магазина что-то не припоминаю таких звонков впрочем дело то нечего я спустился вниз и взял трубку я бы мосок не и мошел аки алинас а вот и укиномия шоу но ойси то申します Ну да. Как видно, Ольши-сан старался меня лишний раз не подставлять. Все же не хочу, чтобы родители слышали мой разговор с полицейским. Переключившись на переносную трубку, я помчался наверх к себе в комнату. Странный момент. Не даже не понимал, почему. Как мог бы вышить, так обосраться с тем, что передать свой старый телефон, в чем смысл. Он продиктовал свой рабочий номер и записал. Думал, что на этом и кончится, но он все болтал безделицу. Не давай поесть трубку. Странный, наверное, на выражение. Ну да, что ли, Майбара-сан? Что-то изменилось, да? Понятно. Вот какова причина звонка. Его уклончивость столь присущая взрослым сбила меня с толку. Ольши-сан, вы здесь? Ольши-сан, вы знаете что-то? Да, так же. Дядь, как гораздо старше меня, сразу ответил на тот вопрос, который друзьям задать я не мог. От его незамедлительного бесхитростного ответа мне стало чуточку лучше. Майбара-сан, вы можете сказать что-то, Майбара-сан, что-то, 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 что-то. Майбар-сан, вы можете сказать то, что-то, что-то, какая-то, если я что-то не fished, то что-то. Да, в самом деле, Шинами Зава, в вилле, что было называно «дьми, глядьми, глядьми». «Дьми?» «Дьми, глядьми, 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 глядьми». Ну, а, в принципе, это не умеет, но... Глядьми, глядьми, и я не знаю, что это страшная история. Видимо, всему действу и дали название «Оникакуши». Я знал, что пять лет подряд люди гибли странным образом, но я не знал, что смертьям сопутствовала череда исчезновений. На другом конце трубки раздал смещение у Ишсана, похоже, он кое-что вспомнил. Майбара-сан, вы понимаете, что первое событие? Барабара-сатутки. Да, у нас шесть человек, один человек, пока не вступил. Например, не вступил, а не вступил, а не вступил. Ну да, 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 да. Э? Более дикой догадки, Ишсан, я не видел. Убийство четырехлетней давности, убийство редкой свирепости. Преступников опознали. Полиция расклеила тучу плакатов с изображением зачинщика. Она безусловно следила за всевозможными убежищами с путями побега. И за целых четыре года не нашли слыда. Если считать, что полиция свой рис ест не зря, в таком случае даже дичайший из догадок нельзя отметать. Труп один был, другой я. Я вот вспомнил. Да, да, да. Ва время несчастного случая поток под скалы раздавшись от поводка тёк широко и мутно. Полицейские ныряльщики прочесали основную русло с притоками на десятки километров от места падения, но тело найти не смогли. Семь лет вроде бы, да? Все же не знаю, можно ли назвать ее унесенной демонами. Жена не найдена. Вот и все, что можно сказать, наверняка. О, Сатоша пропал. А, нет, нет, это третий год, про четвертый год, да. А здесь жена пропала. Похоже на то, что жена кинулась бездонную топни вдалеке от Хинаминзавы. Только вот улики лишь косвенные. Предсмертная записка параса вставленных на берегу сандалий. Ныряльщики нашли кое-какие вещи, но только не главное – тело. Потому как штаб заподозрил, что самоубийство предназначалось для отвода глаз, ее до сих пор ищут как ключевую свидетельницу. Продолжение следует... Да. гендарь муту дать даты ханни ватска на тоннессу не сортому сону на кого-то там дуку андотому и мады ватташками о моноин юноши задохнувшимся застаравши в глотке ложка вилкой кашмары неизвестно намеренно ли он себя убивали по неосторожности зима ли как у голен к кодоразы сша то и кэфрейша на 1-й зубе тейла кэнан дичью не сомневаюсь для раскрытия преступлений того хватит всего лишь одна некая общая твоего они как снятищи со ста что него на не к кюнцу тенгарту к вроде нет выше сан хмыкнул пробую мысель на вкус кроме того что они знали жертву само собой я продолжал выстраивать догадки не верно похоже на то только тогда вот начинают выделяться четвертый год где пропал ребенок из семьи жертвы то время как остальные случаи произошли с парами здесь у нас родители с ребенком слову то не так и сангрию что-то такое сам брат остался жив и уехал и у меня не не кэфмэй на то кодом то донна датан деска утрощий кандиду когда дать расчет пущего аропа на ухту вверх сатоши амайва куджу сатоши сан еще и хольжи он произнес да сатоши Слыхал я такое имя, но ведь мне говорили, что тот Сатуши в прошлом году перевелся. Помнится, когда меня проводили к месту, то говорили, вроде бы на твоем стуле сидел уехавший отсюда ученик, так кажется. Значит, парта, за которой сижу я принадлежала ученику, которого унесли демоны. Передернулся, вспомнив прокладу той парты. Серия странных смертей. Нет, проклятие у Яши Росама наконец прицепилась ко мне. Чую, как по шее сбирается холод, будто по ней скользит ладонь у Яши Росама. Уже началось? Значит, проклятие у Яши Росама есть на самом деле. Буду честен. Проклятие у Яши Росама верю. И мне страшно. Вот почему и хочу быть уверен, что это чей-то заговор, не проклятие. Насколько бы я не узнавал о тех случаях, заговором в них не пахнет ни сном, ни духом. Скорее, наоборот, чем больше я впутываюсь, тем загадочнее все становится. Продолжу впутываться, возможно, в итоге я прийду к тому, чего мне никак нельзя знать. А что действительно меня счастливит? Прожить жизнь, ничего не знаю, или узнать истинного, который потом, быть может, пожалею. Как говорится, НЖ, не всегда стоит докапываться до конца. Проклятие следующего лета ударит меня. Похоже, что так. Но хотя бы год от срочки мне есть. Тут я вспомнил Рена. Рена поговорила, что жертвой следующего проклятия станет она. Нет, суть не в этом. Она точно сказала, что станет следующей. От ее голоса веяло некой уверенностью. Вспомнил Рена. Затем ее резкая перемена. В кого-то, кто лишь напоминал Рену, но ей не был. Все это не имеет никакого отношения? Вспомнил целый день, я чувствовал, что с Реной что-то не было. Так. Теперь, я буду рассчитывать немного. Майбару-сан, пожалуйста, подождите о том, что Рену-сан. Это... Рена-у-михаре-те-кот-дес-ка? Так нет, Майбару-сан. Если вы не хотите быть следующим преступлением, то я хочу немного оценивать. И тут пока я удивился тому, как по взрослому мастерски он построил фразу... Оу-ноу. Бах-бах. Сердце едва не выскочило из груди от внезапного стука. Неосознанно он заспешил прятать телефонную трубку. Точно. Я забыл чуть-чуть про этот момент. С той стороны двери послушался необычно веселый голос папы. Чего это он хочет? Да еще и в такое позднее время. Чем же ты занят, отец? От чересчур долгого сидения в одной и той же позе у меня разболели суставы, как встал. Открыл дверь, за ней стоял отец, обеими руками державший поднос. На подносе тарелка с особым семейным печеньем, а еще две чашки с чаем. Даже кубики афинадо и довольно-таки лимон. Идеальный набор для чая. Но еще такие почесни. Что, что, папа? Это что, что такое? Ооо, что такое? Мы вроде сейчас же в конце второй серии, наконец-то, да? Отец просиял. За всю мою жизнь со мной так по-царски не обращались ни разу. Что на него нашло? Что на него нашло? Меня передернуло. От бати особого скрывать им не надо, но... Пойди объясни ему, почему он поздно вечером разговаривал по телефону с полицейским детективом или кем он там. Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. Но за всю мою жизнь это не было. Угу. Ох sheко. Брое. Ну, мы не будем селиться. Ох. Понимаю, что он не был в этом месте. это жанайка дайву ханаш кондер ими той дата кора у тебя демонт и умотра свечи гайдат андайо ума не про лужа чем говорит отец но почему-то морозный паром дал спину заструившись и с каплями доно край а на школьный так она вы на чанга не кайни а на таного он край дата дара сколько сколько ни хера себе они проболтали свою шипу телефону не к не агаттану то сам метан омитаю кейти на хилла кайдан у она ты окна то вира дают и куйму как это час назад рано пришла ко мне домой в прихожей и встретил папа не подкликал меня оттуда наверно я слишком сосредоточился на разговоре с ой саном чтобы его услышать я не откликнулся но папа знал что я в своей комнате и позволил ранее пройти наверх он сказал ей что моя комната на втором этаже в конце коридора рано поблагодарил и поднялась наверх проходит около часа она прошла мимо несущего поднос отца и пошла домой одна поднялась по ступенькам прошел почти час она разминулась отцом и ушла так так после того как рано поднялась по лестнице и до того как ушла где она провела все время между моей комнатой и лестницы один только узенький коридор иначе говоря почти час рано стояла в коридоре нет около самой двери в комнату она стояла вот и целый час если подумать рано пиздец базу то извините за выражение тут как говорится не у яшера не ничто тоже просто жесть какая-то дверь мою комнату так себе дверь из коридора почти все слыхать все поведанное выше самого подозрения неосторожные вещи промчались мозгу да да немножечко постараться рай не надо пускай она постарается еще чуть-чуть мама позвала папу с первого этажа отец шалка улыбнулся и поставил под нос пошел вниз провожая папашу глазами видел плачок коридора на котором скорее всего все то время простояла рано пока я говорил союж с саном там все в низких шагах от меня стояла рано о кейч мы по-моему первый раз нормально увидели о боже мой стояла в полной тьме коридора целый час что она видела что она слышала зачем она там стояла дурным знамением вьющийся пар поднялся из чашек наполняя комнату запахом чая да ну эта запись конечно получилась сюжетные файнали у нас тут много стрёмной раны было в следующий раз у нас подсказки начнем а пока конец записи